Добрый вечер, Гомель! Мы приветствуем всех, кто решил провести этот вечер в нашей приятной компании. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником программы может стать каждый из вас. Поэтому пишите нам на Viber, оставляйте ваши сообщения в нашей группе ВКонтакте, звоните к нам в студию и задавайте ваши вопросы. Мы открыты обратной связи, мы рады любому вашему звонку и любому вашему мнению. Осень для дачника. Это весьма ответственный сезон. Нужно многое успеть, нужно собрать урожай и подготовить свой участок к зиме. Все успеть старается и наша первая героиня, любительница роз и можжевельника. Встречайте, Татьяна Владимировна Аниченко. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Добрый вечер. Скажите, чем вы заняты сейчас? Я знаю, что вы живете в своем доме, у вас участок земельный и на земле всегда хватает работы. Чем вы заняты сейчас? Ну, в данный момент, конечно, мы стараемся подготовить не только почву к зиме, но и все растения, которые нужно где-то утеплить, где-то пересадить. В общем, хлопот у нас всегда очень много. Как вам эта осень? Как погода для вас? Ну, вы знаете, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина, я осень не очень люблю. Но в этом году она вот радует буквально до сих пор. Вы видите, столько цветов, столько красок. Я думаю, что такой осени давно не было, потому что живой наслаждаюсь. И урожай, кстати, богатый в этом году. Богатый. Чем можете похвастаться? В первую очередь картофелем. Такой хороший. Ну, мы, правда, всегда сортовой картофель сажаем. Вот. Все корнеплоды. В общем, в этом году влаги много было, поэтому очень много хороших корнеплодов. По-моему, в этом году картошка у всех уродила. Никто не жалуется, по крайней мере, правда? Да. Мы садим растения, кустарники, деревья либо осенью, либо весной. Что вы думаете про осень? Мы тоже стараемся все время осенью. Вот на данный момент тоже пересадили кустарники, крыжовник, фундук, ёшту. Вот. И некоторые даже деревья вот стараемся пересаживать именно осенью. Вы садите редкие кустарники и деревья. Ёшта, например. Да. Как она приживается у нас, в наших широтах? Прекрасно. Прекрасно. И ёшта это еще ничего. У меня есть такие довольно-таки действительно редкие и не для наших широт растения. В этом году у нас очень хорошо цвел персик, к сожалению, только мороз его прихватил. У нас очень много растений. А кустарников, вы знаете, я уже, честно говоря, и не пересчитаю сколько, потому что... И некоторых даже названий не знаю. Да что вы говорите. Да, потому что там, где я бываю, я всегда стараюсь что-нибудь привезти. Ну, в основном, конечно, декоративные кустарники. Вот. А в этом году что вы посадили новенького? В этом году я посадила юку. Вот. И, кстати, она уже даже у меня... Многие знают, что она... Вернее, это в прошлом году, но я имею в виду, что перезимовала вот такое вот. Вот. Потом посадили еще несколько кустов роз таких необычных, потому что у нас их каждый год мы обновляем. Я знаю, кстати, что вы большая любительница роз. До сих пор они цветут. До сих пор. Сколько лет вы их уже выращиваете? Да вот сколько мы живем уже более 20 лет. Всякое бывало. Бывало такое, что за зиму пропадали и по 30, по 40 кустов. А пропадали почему? Не укрывали или как-то неправильно укрывали? Нет. Вот однажды мы старались облагородить свой участок и обнесли свой розарий таким бордюром бетонным красивым. Вот. А зима была такая влажная. То оттепель, то это. И образовался вот такой прям каток. И морозы, видно, потом ударили. И весной, естественно, результат такой вот был плачевный. Я знаю, что вы выращиваете самые уникальные, самые оригинальные сорта роз. Как вы за ними осенью ухаживаете? Много с ними вообще хлопот, мороки? Вы знаете, я пробую разные варианты утепления. Где-то что-то увижу, где-то что-то услышу. По-разному. Но вот то, что для нас более приемлемо, действительно, мы всегда стараемся прикопать розы. Во-первых, все у нас привиты на шиповники, поэтому обязательно прикрыть вот это место при щипке этой. Вот. Обрезаем, естественно. Ну и укрываем, чем придется. Если есть еловый лапник, лапником, пробовали и сосновый, и льном, и как-то, интересно, даже накрывали такой дырявой корзиной и засыпали вокруг листьями сухими. Это для чего это? Кстати, очень хорошо. Оно так вот, ну, не плотно, тем более, вот так вот. Оно довольно-таки тепло было и хорошо перезимовали. Тогда можно, кстати, обрезать розы повыше. Тогда вот такие вот стебли. Повыше это сколько сантиметров от бутона? Ну, в зависимости еще от розы. Во-первых, я всегда удаляю, вот я прочла, что удалять нужно те розы паганцы, которые тоньше карандаша. Оставляю на зиму именно вот такие хорошие, пусть их будет несколько там веточек, но такие довольно-таки сильные паганцы, чтобы они уже действительно потом оживали и радовали. А как вы относитесь к нарциссам, к тюльпанам, к луковичным растениям? Все люблю, все сажу, ну, в таких пределах, таких небольших вот таких вот. Их же можно либо весной, либо осенью также высаживать, луковичные растения. Ну, мы стараемся, конечно, вот я их, если высаживаю, я не выкапываю, как каждый год, вот там на лето выкапывают, потом по осени садят. Вы прикрываете их на зиму? Нет. Нет? Нет. Они не замерзают? Нет. Ну, у нас же бывают заморозки до минус 15. Все равно, вот именно что, когда выкапываешь, тогда ведь, наверное, так глубоко не посадишь. А они вот, я насколько смотрю, что они потом вот, если весной оставить, после цветения срезать, они глубоко в землю уходят, тогда на этом месте можно посадить другие однолетние цветы, и все, и они не вымерзают. У меня никогда такого не было. Спасибо вам, Татьяна Владимировна, за очень интересный рассказ. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что говорим мы сегодня про дачные хлопоты на ваших приусадебных участках осенью. И далее в программе про садовые хитрости выращивания тюльпанов и роз поговорим далее с главным ландшафтным архитектором Гомельского дворцово-паркового ансамбля Светланы Михайловны Прищеповой. Добрый вечер, Светланы Михайловны. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна Светлана Михайловна. Скажите, пожалуйста, много ли видов и сортов роз растет на территории дворцово-паркового ансамбля? Да. У нас на территории парка разбито пять розариев. И каждый розарий содержит больше, чем 150 роз. То есть в общем количестве это более 700 штук роз. Это огромное количество. Это огромное количество роз. Мы этим гордимся. У нас собраны зимостойкие сорта пяти видов. Это и почвопокровные розы, и чайно-гибридные розы, и палеантовые розы, и многие еще другие, но именно зимостойких сортов, чтобы каждый год они не вымерзали и радовали своим цветением целое лето. У нас розы до сих пор тоже цветут. Так что приходите, еще любуйте. А сколько еще недель они будут нас радовать? Ну, к сожалению, наверное, это последняя неделя, потому что передают уже ночные заморозки. А роза это все-таки теплолюбивое растение, и при малейших понижении температуры она уже сбрасывает листья и готовится уже ко сну. Но бабье лето у нас еще впереди. Еще мы будем любоваться всей этой красотой, правда? Ну, вы знаете как, наверное, это все-таки последняя такая солнечная погода, и когда ночные заморозки, тогда просто уже красота вся погибает от мороза. Светлана Михайловна, мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. И давайте же мы выслушаем нашу телезрительницу, либо телезрителя. Давайте послушаем, о чем же он будет спрашивать нас, наших гостей. Может быть, мы чем-то будем полезны сегодня. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы звоните? Добрый вечер, я исполняю меня, зовут Александр. Добрый вечер, Александр. Слушаем вас. Вот, у меня сейчас был вопрос. Ну, я немножко про себя расскажу, вот там вкратце. Я выслушал теснок уже, вот, и сейчас тепло, предпочтаю, что влезать, что я не буду плюс 23, вот, как бы еще боюсь посадить в лук и лук. Вот, потом лук, потом, и все остальное. Но меня больше всего интересует, как бы можно было по-моему заплатить. Вас интересует, повторите, пожалуйста, плохо слышим. Вас интересует что? Посадить кукурузу, фоткин. Посадка кукурузы. Да, 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 именно под зимнюю посадку. Так, можем ли мы садить кукурузу, да, какие правила? Вот. Ну, она все-таки любимая культура, вот. Но в интернете я смотрю, что все-таки люди пробуют, так сказать. И, ну, я думаю, попробую поэкспериментировать. Может быть, ваши быстрые, может быть, что-нибудь случилось? Хорошо, спасибо, Александр, вам за звонок. Можем ли мы что-то ответить Александру? Я думаю, я такое не слышала, и думаю, что это вряд ли. Нету таких сортов, которые могут... Ну, надо поэкспериментировать. Экспериментируйте, Александр, попробуйте. Нам нравится, нам нравится ваша активность. И вот такой... Результат, это же тоже результат. Это тоже результат, это тоже опыт. Если у вас получится, тогда вот распространяйте опыт. Будем и мы вам следовать. Начинают поступать сообщения на Вайбер. И давайте же посмотрим, о чем вы пишете, уважаемые телезрители. Смотрим. Посадила гортензию, и сейчас учусь за ней ухаживать. Подскажите, боится ли она перепадов температур, и когда лучше проводить санитарную обрезку деревьев? Спрашивает у нас Ирина Петровна. Спасибо, Ирина Петровна, за ваши вопросы. Попытаемся ответить. Светлана Михайловна, наверное, вопрос к вам. Да, спасибо за вопрос. И гортензия, конечно, это одно из самых красивейших растений, которые в саду. И кто выращивает эти растения, они, конечно, любуются этим растением. Оно прекрасно всегда и весной, и летом, и осенью. И некоторые сорта соцветий гортензии, их даже ставят как сухие букеты, составляют из них. И, конечно, сорта гортензии разные. Есть, которые не боятся морозов, а есть, за которыми надо поухаживать и правильно обрезать. Обрезать надо гортензию знать, когда при покупке растения надо обязательно знать, как сорт гортензии. Потому что гортензия есть, которая цветет на побегах этого года, а есть, которая на прошлогодних побегах. Вот от этого зависит и обрезка. То есть те гортензии, которые цветут на побегах этого года, их надо обрезать. Цветоносы просто убрать и не обрезать. А весной обрезать уже сухие, обломанные или какие-то уже, может, устаревшие, чтобы более омолодить куст. И тогда на этих на новых побегах расцветут большие белые шапки. А крупнолистную гортензию, которая является такой сортовой и очень капризной, в ней надо только отщепнуть цветоносы. И всё, и не трогать. Её надо просто пригнуть к земле и хорошо укрыть. Чем лучше мы её накроем, тем лучше она расцветёт на следующий год. Спасибо, Светлана Михайловна. Идём дальше. Про розы мы немножко поговорили, про розы, которые растут на территории парка. А что же касается тюльпанов? Скажите, какую почву любят тюльпаны? Тюльпаны любят очень питательную и нейтральную почву. Вот. И, в принципе, уход за тюльпанами небольшой. Главное, их вовремя тоже посадить. Садятся они только осенью, уже это сентябрь и начало октября. Вот. Сейчас самое такое время для посадки тюльпанов. То есть секрет посадки тюльпанов и вообще луковичных заключается, наверное, только в одном. Это глубина посадки луковицы. А секретик такой – это три величины луковицы. То есть луковица, если идёт плюс 11, значит, вот три таких луковицы мы садим. Если она маленькая, как мускарик, то, значит, на такую же глубину мы и садим. Замечательный совет, Светлана Михайловна. Вот. И про укрытие. Конечно же, когда мы садим тюльпаны, а мы садим голландские виды и сорта тюльпанов, то их надо обязательно укрывать, потому что они первый год посажены. А тюльпаны, они, как и луковичные, как и лук, они на корнях, когда даёт луковица корень, они подскакивают вверх, вот, а впереди зима, поэтому их надо накрывать торфом. Это будет весенней подкормкой для нюжин. Всё понятно. А сколько лет можно выращивать тюльпаны на одном месте? Голландские сорта тюльпанов, к сожалению, надо выкапывать каждый год. А менять место, переносить на другое место? Да. Каждый год вы советуете? Это неважно, где их садить, то есть любое место можно, но выкапывать их надо обязательно. А как можно определить, чего же не хватает растениям для буйного цвета, для сочности какой-то? Мы можем внешне определить? Ну, конечно, можно, как и по любому растению можно определить. И по цвету листьев, и по всхожести, и по бутону, и по всему. И уже, если определяешь признак, то тогда ищешь, чем его подкормить. Но если правильно всё сделано при посадке и укрытии на зиму, то весной будет просто всё радовать цветением. Спасибо за ваш ответ. Ещё есть у нас такое сообщение. «Добрый вечер. Моя дача – место умиротворения вдали от города. Особая моя гордость – две теплицы. Хотела бы спросить, нужен ли за ними специальный уход после сбора урожая? Что-то можем ответить? Вы как ухаживаете за теплицами, Татьяна Владимировна? Есть ли они у вас есть?» «Есть. У нас, ну, можно так назвать, теплица. У нас из старых рам сделана теплица и накрыта этим, как это оно? Ну, каким-то поликарбонатом. Да, вот, спасибо. До сих пор у меня ещё там помидоры, и именно помидоры мы там садим, потому что у нас за огородами болото и постоянные туманы, что, вы знаете, в первую очередь это фитофтора тогда тумана. Конечно, на помидоры садится и всё. Да, поэтому вот много лет, мы уже более 15 лет на одном месте, но прекрасный урожай. Только помидоры растите в теплицу? Нет, не только помидоры, теплицу используем по-полному. Перцы, огурцы? Ну, если там место остаётся, ну, вот сейчас под зиму я посажу там лук на перо, потом я вначале высажу там все свои семена цветов, там капусту, ещё что-то такое вот, и прямо вот так вот между ними вырываю, потом эти помидоры или рассаду выкапываю и сажу вот так вот. То есть ни одного у нас, как бы сказать, сантиметра так и не гуляет. Всё время по полной. Это здорово. Вы всегда в работе. И небольшая. Всегда хватает. Светлана Михайловна, вы можете что-то дополнить? Нужна ли какая-то санитарная обработка теплицам, да? Обязательно. И нужно и санитарная, и протравители нужны обязательно для почвы. И обязательно надо менять местами, чтобы микробы одного растения не передавались другому. А как часто удобрять почву, которая в теплицах? Каждый год? Ну, удобрять надо при посадке растений. Угу. Каждый год. Вот я хотела поинтересоваться. У нас вот до сих пор помидоры, они всегда вытягиваются вверх в теплице. Мы их подвязываем. И вместо того, что вы говорите, удобрения, мы засеваем прямо под корнем вот этой масличной редькой, а потом просто перекапываем. Вот она растёт прямо с помидорами. Это нормально? Ну, это нормально, конечно. Она сразу даёт питательные вещества в почву. Спасибо. Здорово. Ваши аплодисменты. Экспериментируем. Мы прямо здесь делимся ценными советами и рекомендациями. Скажите, пожалуйста, Светлана Михайловна, что самое сложное в выращивании тюльпанов? Ну, я бы не сказала, что есть какие-то сложности. Это простая культура для возделывания. Вы бы так могли сказать. Да. Да. Нету таких вот сложностей, чтобы можно было о них рассказать. Есть только вот небольшие хитрости такие, вот как посадки этих луковиц. Там ещё что-нибудь. А так? Нам продолжают поступать сообщения на Вайберы. И давайте же мы обратимся к сети. И вот такое сообщение. Я, начинающая дачница, недавно увлеклась розами. Несколько раз покупала саженцы на рынке. Но в следующем сезоне хочу заказать в интернет-магазине. Легко ли приживётся привозная роза? Что можем ответить, Светлана Михайловна? Можно ли заказывать вообще? Вы советуете? Я, наверное, не советую. Нет. Почему? Ну, потому что, понимаете, когда приходишь в питомник, и видишь это растение, оно дышит, живёт. А в посылке, как можно купить туечку ту или какое-то что-то, вот у неё загнутые корни, ты не видишь этого. Тебе приходит товар, и ты начинаешь как ребёночка его выхаживать уже. А когда растение покупаешь в питомнике, ты сам выбираешь его, да, и видишь, какое оно. Поэтому я не рекомендую интернет. Я вас поддерживаю, потому что мы не однажды заказывали и голубые какие-то розы. И что? Бесполезно? Бесполезно. Не растут у нас. Во-первых, в другой раз, если приживается, сорт не тот обманывают. А уже действительно, если ты покупаешь, ты видишь, что. Ну, может быть, с цветом где-то, но тоже вот несколько раз мы вот так вот ошибались. Это программа «Добрый вечер, Гомель», уважаемые телезрители. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился только что. И я напомню, что говорим мы сегодня про осенние хлопоты на даче. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, задавайте ваши вопросы. И далее в программе мы, уважаемые телезрители, поделимся секретами посадки лука. Узнаем, как правильно подготовить молодые саженцы к зимней спячке и как выбрать удобрения. И это мы делаем сегодня с помощью экспертов программы. И я спешу представить вам и пригласить в нашу студию преподавателя Краснобережского аграрного колледжа Виктора Евгеньевича Обсянникова. Добрый вечер. Я так переживаю, что у меня сегодня даже немножко что-то происходит. Что на агротехническом языке происходит с растениями, когда наступают холода? Растения за летний период, начало осени накапливают достаточное количество сахаров, органических кислот. И с этим она уходит на зиму. Если растение по каким-то причинам не добрало этих элементов, то зимние морозы или зимние оттепели позволяют растению пробуждаться. И в дальнейшем эти растения могут просто-напросто погибнуть. Чтобы этого не происходило, особенно декоративные растения, которые, или же растения, которые мы завозим из других регионов, они требуют определенного укрытия перед зимой. Как мы можем укрывать растения? Есть несколько способов. Есть несколько способов укрытия. Основной способ укрытия – это, например, создание мульчи над корневой системой. То есть это можно еловая иглица, отдельные садоводы используют, например, опилки, отдельные садоводы используют тот мусор, который остался от органического мусора, я имею в виду. Разные растительные остатки, которые остаются после их использования, обкладывают деревья, то есть деревья, их корневую систему, и данные деревья, они нормально могут перезимовать в наших условиях. Если делается это где-то на территории ландшафтных, то для того, чтобы украсить, можно использовать разного рода гальки для этого дела. Можно использовать разные виды коры для декоративных. Это тоже полезно? Это тоже. Или это просто так, для красоты? Оно для красоты, и, естественно, оно полезно. Разлагаются, например, разного рода кора, микроэлементы, они тоже способствуют дальнейшему развитию растений. Мы знаем, что луковичные растения, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, они все очень хорошо смотрятся в весенних букетах. О чем должны помнить заботливые хозяева, высаживая их осенью? Ну, во-первых, когда высаживаем осенью, то нужно сразу обратить внимание на те размеры ямы, которые будут высеваться, то есть закладываться на зиму. То есть яма должна быть где-то в три раза больше земляного кома. Следующее. Нужно не жалеть пирогное. Перед посадкой нужно хорошо развернуть корневую систему, чтобы в дальнейшем растение могло питаться. Но очень аккуратненько, чтобы не повредить систему. Конечно, не повредить, делать, как правило, холмик, на холмик уставлять корневую систему. Ну и, естественно, не стараться растение, чтобы оно было заглублено. То есть нужно определенное для определенных растений есть своя глубина заделки. Где-то, может, корневая шейка на 2 см, на 3 см. Отдельные растения, они вообще не любят заглубления, потому что они могут потом погибнуть просто. Здесь для каждого растения есть своя специфика, биология растения. Поэтому нужно быть внимательным, использовать специальную литературу. Сейчас в интернете достаточно информации, достаточно видеороликов, которые показывают все вот эти вот моменты. Так что любой любитель может свободно это найти в нашем времени. Виктор Евгеньевич, чуть позже мы еще вернемся к технологии посадки луковичных растений. А пока давайте выслушаем нашего телезрителя, либо телезрительницу. Сейчас посмотрим. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, Валерий зовут. Здравствуйте, Валерий. Очень давно ищу, два года ищу саженцы бамбука морозоустойчивого. Нигде не могу найти. Может подскажете, где вот кто-то может привезти? Ну это мне кажется только по интернету. Морозоустойчивый бамбук. Это вообще есть такой вид? Ну он, по всей видимости, я... Слышали вы когда-нибудь? Слышали где-то что-то. Ну это по интернету, поинтересуйтесь. Можно купить в интернет-магазине. Нет, ну поинтересоваться. Ну бамбук растет же совершенно в других широтах, южных, с очень высокой температурой. Это злаковое растение, оно... Высок шанс приживаемости? В наших условиях оно не растет. Не растет. Ну да. Как сказала Татьяна Владимировна, экспериментируйте, может быть что-то получится. А может ты вырастет? Да. Но почему бы и нет? Очень хорошая инициатива у Валерия из Гомеля. Спасибо, Валера, благодарим вас за ваш вопрос. И продолжают поступать сообщения на Вайбер. Давайте же посмотрим, о чем вы пишете, дорогие друзья. Добрый вечер. Опоздал с обрезкой ремонтантной малины. Не поздно ли сейчас это сделать? Или все-таки лучше весной? Спрашивает у нас Виктор Петрович. Нет, вы не опоздали. Вы еще... Ремонтантную малину нужно образать после наступления уже устойчивых заморозков. Это связано с тем, что все питательные вещества, которые находятся в растении, они пошли в корневую систему и в дальнейшем растения очень хорошо перезимуют. Если вы сделаете эту обрезку рано весной, вы тоже ничего не потеряете. Но если рано обрезали ее, то, естественно, это плохо для растения. Оно в наше время, то есть наш период, оно еще не вошло в зиму, оно еще плодоносит. Благодарим. Поэтому образать при наступлении заморозков, заморозков устойчивых, или же рано весной. Это вот будет самый такой благоприятный период. Благодарим вас за ответ. Идем дальше, уважаемые телезрители. Я знаю, что наша первая гостья, которая зашла в студию, Татьяна Владимировна, очень любит высаживать лук на зиму. Правильно говорю, Татьяна Владимировна? Последние годы, да. Вы испробовали огромное количество технологий, способов возделывания этой культуры. И прямо сейчас вы готовы поделиться наблюдениями и секретами. Как же это правильно делать? Ну, я не знаю, совсем ли правильно. Но так, как делаю я, я поделюсь. Хороший урожай лука получаете? Да. Единственное, что у нас даже на друг раз он слишком большой вырастает. Ну, кто ж на это жалуется? Обычно охвастаются перед соседями на размер луковиц. Нет, он тогда как-то у меня не очень хранится. Вот поэтому мы и стараемся высадить на зиму. И тогда хорошо. Хорошо. Ну, идемте тогда. Давайте попробуем. Туда, в ту часть нашей студии, где у нас все готово для мастер-класса. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Поддержите нас, пожалуйста. Что же нам понадобится для того, чтобы... Ну, одеваем перчатки, да, наверное, чтобы наши... Рассказать, как правильно посадить лук. Да, одеваем перчатки. Дело в том, что в первую очередь нужно выбрать лук. Вот у нас, я смотрю, тут лук разный, да? Вот какой бы вы выбрали на репку или... А какой на перо? А скажите, что такое на репку и на перо? Вы не знаете? Ну, я начинающая дачница, поэтому я сегодня задаю очень много вопросов. На репку, это вот, вот репка. А перо, надеюсь, и вы тоже знаете, да? Это зеленые лук. Да, зеленые штучки. Ну, последнее время я вот на перо высаживаю в теплице. Я уже немножечко говорила, да, об этом. Потому что, ну, требует другой совершенно посадки и другой у меня укрывной материал. Давайте продолжим через одну минуту. А пока выслушаем телефонный звонок от нашего телезрителя или телезрительницы. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Александр, опять, только первого вопроса. Давай, по поводу кукурузы, не сгонок. Да, Александр. Я в этом году по поводу лука, чеснока и чеснока. Да, вот, чеснок, да, сажать, посадил, значит, нетрадиционный способ. Не так, как все обычно привык сажать. То есть, сделать пороску, готовить туда, вот так вот, ой, костра, пичка, это углижести, да, потом утопление, сыпися, и потом заделывайся. Вот, а я посмотрел, необычай, но это все в литературе, сделать все помысл. То есть, лук и чеснок, это помысл, когда это не в соусе. Так. Очистить. Лучше, но на бочок, и присыпаем перебноем метра три-пять. Вот, на кровати, а ломаней, снимаем. Благодарим вас за то, что вы рассказали, как же вы садите лук и чеснок. Мы обязательно прислушаемся. Вы слышали о таком способе посадки? Нет, еще. Хорошо, спасибо. А какой-то вопрос? Нет, у Александра уже ушел. С телефонной линии. Давайте мы продолжать. Хорошо. Значит, ваша технология, самый простой способ, о котором вы сегодня рассказываете? Либо он сложный для начинающего дачника, для меня? Нет, нет. Самое главное, говорю, определиться. Вы возьмите, обрежьте, ну, ножом или ножницами луковичку, да. Какого размера мы должны выбрать луковичку? И посмотрите, если вы увидите, что там многодетка лук, да, то такой лук лучше садить на перо. Вот я отрезала верхушку. Ну, что вы видите? Ну, нету многодетки. Значит, такой лук лучше, хотя он и крупный, но лучше его посадить на репку. А вот у меня здесь многодетка, да, я его лучше посажу на перо. Но эту луковицу мы не будем садить. А какую? Ну, я имею в виду, что это я срезала уже, да, я ее использую. Хорошо, да. Берем тогда другую луковичку. Хорошо. Значит, мы определились. Если у нас уже один сорт, то вы уже будете знать, что у вас этот лук только там на перо или только на репку. Хорошо. Ну, а сейчас мы не будем уже на этом застрять внимание, а по технологии посадки. Значит, для посадки на репку, вы знаете, что вот такой инструмент, я даже не знаю, как он называется, но очень хорошо использовать именно вот под зимнюю посев лука. А чем хороший инструмент? Вы знаете, чем хорошо? Потому что если весной я все время вот так вот врыхлила землю и просто втыкала туда луковицы, то здесь нужна у меня больше глубокая бороздка. И вот этим вот инструментом, ну, вообще прекрасно. Поэтому делаю такие вот бороздки где-то до 5 сантиметров глубиной, да? Глубиной. Да. А на каком расстоянии? На расстоянии, ну, вот так на 5, то есть это приблизительно до 15 сантиметров. Да. И еще. Очень хорошо я вот так вот делаю бороздки, да? И через бороздку я сажу морковь. Так, а для чего? А вы знаете, что морковь с луком друг друга дополняют, и болезни ведь не так развиваются. Там, ну, там сложности, муха там, то еще что-то такое вот. Ну, в общем, я сажу, это оправдывает себя, да? Да, понятно, запомню. Значит, вот таким инструментом делаем бороздки, да? Так, давайте я попробую. Вот. Ну, в общем. Я правильно? Да. Может, мне глубже взять? Ну, вот так где-то, да. Или то, что надо? Ну, я... Хорошо, да? Да. Вы говорите 10-15 сантиметров. Да, где-то так пару бороздок сделайте. Хорошо. Вот. Так, сделали. И дальше? Нет, тут мы оставим для просева на перо. Хорошо. Там другая технология. А, две технологии. Да, две технологии. Отлично, для сравнения. Вот на репку. Итак, мы выбрали, что у нас будет, допустим... Я всегда на репку даже стараюсь маленький лук. Вот такой маленький? Во-первых, и покупать... Сам си лук я не выращиваю, да. Подойдет, да? Да, поэтому, если мы покупаем, его даже и выгоднее. Много покупаешь, вернее, немножко покупаешь, много выходит его на килограмм там или сколько. Главное, мы не обрезаем ничего. Если весной там, хотя и не рекомендуют, но тоже обрезали хвостики, там марганцовкой намачиваю. И стараемся то здесь на зиму, вот что мне нравится, что его не намачиваешь. И вот просто высаживаете туда, да? Глубоко его туда толкаешь? Ну, вот на расстоянии до пяти. Чтобы верхушка оставалась? Нет, нет, нет. Вот как раз-таки на зиму нужно же нам его сохранить, чтобы земля его согревала, да? Поэтому его вот как раз-таки вот... Поэтому и бороздочки делаем поглубже, да? А вы тут три сантиметра оставляете между луковичками? Нет, больше даже. Ну, вот сантиметров пять, вот так вот. Потому что луковицы у меня растут большие. Большие? Один год посадили... Вот такие? А может и больше. Да что вы говорите? Да, у меня такой больше... Вы уникальная дачница. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Это ж надо вырастить вот такой огроменный лук. Ну, кое-где бывает и меньше, но в основном большой лук. И один год было очень интересно. Сын у меня садил. И он так маленький, он так частенько насадил. Так его вот выперло вот так вот в шахматном порядке. А вы потом его землей прикрываете, чтобы луковицы на поверхности не находили, чтобы солнце не повреждалось? И они большие растут и из земли виднеются. Бывает такое? Нет, не накрываем. Кстати, я где-то читала, что лук даже нужно, чтобы хорошо рос, если на репку, то даже как-то землю отворачивать. И так, ну и потом просто я или беру такие грабли веерные, вот, и засыпаем. Ну, можно, естественно, не можно, а нужно еще чем-то, вот действительно говорили, или замульчировать, или немножечко утеплить. А чем, например? Опилки не будем брать? Нет, опилки не берите. Вот опилки у нас для другого случая. Я сейчас вам расскажу, как я сажу лук на перо. Вот. А здесь вот, либо листвой, либо перегноем чем-нибудь таким. Ну, некоторые спонбондом накрывают. Мы еще даже, может быть, совет такой, у кого в огород выпускаем мы кур, или у нас собаки, да, бегают. Поэтому мы еще ложим сетку, вот, чтобы они не разрывали это, то, что мы посадили. Отлично. Скажите в двух словах, когда нам нужно лук полить? Нет, не поливаем. Не поливаем. Нет. Ну и быстренько сейчас вам расскажу, как на перо. В двух словах. Да. На перо, наоборот, я сажу тоже в теплицу. И вот частенько-частенько одну луковичку возле другого. Прямо сколько? Сантиметры друг от друга? Вот, одна возле другой. И, естественно, здесь уже вот мы пришли к выводу, что лучше всего засыпать опилками. А весной хорошо, сухими опилками, весной хорошо пролить, потом вырастает прекрасное перо, чистенький лук и радует своим вкусом. Ваш рассказ очень эмоциональный, понятный и полезный, заслуживает наших аплодисментов, дорогие друзья. Присаживайтесь, Татьяна Владимировна. Ну а мы продолжаем, уважаемые телезрители. Я снимаю перчатки и возвращаюсь на мое место под ваши бурные аплодисменты. Я напоминаю, что это программа «Добрый вечер, Гомель», уважаемые телезрители. И мы говорим сегодня про осенние хлопоты на даче. Осенью заботливые дачники задаются вопросом, как же правильно обогатить почву, чтобы получить хороший урожай. Кто-то уверен, что самые лучшие удобрения – это, конечно же, органические. А какие-то кто-то из вас, уважаемые дачники, уважаемые телезрители, считают, что самый лучший выигрышный вариант – это минеральное удобрение. А что же говорят сами производители этих самых удобрений, давайте спросим у них. И я спешу представить Татьяну Викторовну Буглаеву, маркетолога Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод» и Антонину Денисовну Самсонову, начальника отдела технического контроля. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, нашли время, присоединились к нашему разговору. И первый вопрос, который хотелось бы задать. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня обойтись без минеральных удобрений? Без минеральных удобрений обойтись можно, но такой урожай, как ты планируешь, не получишь. Дело в том, что, наверное, не все знают, люди, которые занимаются дачами, сколько содержат питательных элементов, тот же навоз крупнорогатого, допустим, скота. Я хочу привести цифры. Это какие-то усредненные цифры, но они достоверные. Значит, в навозе содержится азота 0,5%. Фосфатов, в пересчете на П2О5, 0,28%. Калий-2О. Калия в пересчете на калий-2О где-то 0,6%. Поэтому, зная такие маленькие значения, сразу понятно, что большого урожая при использовании только навоза получить нельзя. Гомельский химический завод выпускает удобрения очень концентрированные. Допустим, мы сейчас будем показывать те удобрения, которые мы выпускаем. А концентрированные, это значит, что их нужно разводить? Нет. А что это значит? Я просто вам расскажу, что они содержат. Да. Я специально привела содержание в органике, сколько мы имеем питательных веществ, и сколько питательных веществ содержится в наших удобрениях. Вот, например, амофос. Значит, это концентрированное, пожалуй, это самое концентрированное удобрение из всех видов асфартных удобрений. Он содержит, сравните цифры, 50% П2О5, 0,28% или 50%, есть разница. Азота содержится 11%, 11-12%. Следующий вид удобрения, который мы выпускаем, это удобрение азотно-фосорно-калийное комплексное. Это вот этот вот, пожалуйста, пакет? В нем содержится, значит, 16% азота, 16% фосфора, пересчетина П2О5, и 16% калий, пересчетина калий-2О. Я еще хочу сказать, что это удобрение отличается от, допустим, нитроаммофоски, которая тоже, в принципе, по проценту содержания веществ тоже 16-16-16, но наше удобрение, оно отличается тем, что оно содержит большое количество серы. Скажите, пожалуйста, какие растения можно удобрять вот именно вот содержимым вот в этом вот желтеньком пакетике? Значит, этот желтенький пакет, я думаю, его знают все практически дачники Гомельской области и Республики Беларусь, потому что он очень востребован, оно имеет и медали, так как одно из востребованных удобрений в Республике Беларусь. Большой процент этого выпускаемого удобрения у нас идет на экспорт. Мы грузим в разные страны, и на Кураин, и в другие страны Европы. Так как оно содержит, дайте мне договориться, оно содержит, значит, у нас это удобрение еще серу. Как бы этот элемент, макроэлемент, он необходим для нормального развития растений. Поэтому я всем хочу сказать, что очень этот вид удобрения для растений полезен, потому что он содержит как азот, так фосфор, так и калий, то есть полный набор элементов, и плюс еще серо. Антонина Денисовна, для тех же тюльпанов, нарциссов подойдет это удобрение, о котором вы говорите? На этих удобрениях есть маркировка, есть норма расхода, и там это все приводится. Какое количество удобрений должно вноситься под все культуры, какие вы планируете? То есть обязательно читать инструкцию? Что касается инструкции. И придерживаться строго ее? Я хочу сказать, что инструкцию разрабатывают, не все, наверное, дачники знают, не производитель. Есть институты, которые непосредственно аккредитованы на данные виды испытания, и проводят испытания, и сколько нужно носить удобрений, под какую культуру, и в зависимости, какая почва. И потом дают нам официальное заключение, и только на основании этого заключения мы наносим маркировку на все виды удобрения. В противном случае, если удобрений много, это плохо. Это может произойти передозировка и по азоту, и по калию, и так далее. А научно обоснованная норма, она позволяет получать хороший урожай и не иметь никаких последствий негативных по содержанию, допустим, тех же нитратов. Какими правилами применения нельзя игнорировать? Что нужно обязательно соблюдать, чтобы не нанести вред растениям и почве? Ну, то, что я вам сказала, что главное – это использовать удобрения в тех нормах, которые рекомендованы. На каждом пакетике есть инструкции? Есть инструкции, и конкретно указано, под какую культуру и сколько должно быть внесено удобрений. Но если посмотрите инструкции, то вы увидите, что, допустим, какое-то есть расхождение 20-25 грамм на метр квадратный. Но почему? Во-первых, это определяется почвой. Есть почвы легкие, песчаные, а есть хорошие почвы, которые содержат и свой азот, и фосфор, и калий. То в этом случае можно носить несколько меньше, а там, где плохие, в смысле, ну как, бедная почва, там необходимо носить удобрения больше. Давайте, кстати, возьмем любой пакетик, покажем, где же инструкции эти крупные планы. Ну, вот возьмите суперфосфат, вот аммонизирование. Ой, извиняюсь. Показать? Ничего. Да. Вот суперфосфаты аммонизированные. Которые должны дачники очень внимательно читать. Да, вот здесь вот у нас, в принципе, на маркировке все приводится, полностью информация. Ну, как бы я хотела сказать, значит, пожалуйста, почему многие очень большая маркировка и мелкий текст на маркировке. Дело в том, что все удобрения сейчас выпускаются в соответствии с требованиями. Есть технический регламент Республики Беларусь, который предусматривает, какие должна быть информация наноситься на пакетик. То есть это и требования безопасности, и как его хранить. Что ни в коем случае дети не должны браловаться или играться с этими растениями. То есть хранить его на местах, недоступных для детей и животных. Потому что это все-таки вещества третьего, четвертого класса опасности. И все должны детям это сказать, что есть их нельзя. Антонина Денисовна, скажите, важно ли пользоваться перчатками при работе с удобрениями? Ну, если так сказать откровенно, то, конечно, лучше пользоваться перчатками. Но я хочу сказать, я самодачница, и у нас в округе все дачники. Ну, никто не пользуется перчатками, и вреда здоровью еще никто не принес. Все используют, они не настолько они вредны. И поэтому, конечно, хотя мы пишем в инструкции, что нужно использовать средства индивидуальной защиты, и комбинезон, и очки, и обувь должна защитная быть. Но, тем не менее, откровенно говоря, наверное, все дачники, никто этим не пользуется. Потому что, в принципе, наши удобрения безвредные, не такие уж и токсичные, чтобы приносить вред здоровью человека. Но если человек аллергик, то в этом случае, конечно, возможно... Лучше помнить об этом правиле. Давайте спросим наших уважаемых гостей. Скажите, кто из вас пользуется удобрениями Гомельского химического завода? Виктор Евгеньевич, вы пользуетесь? На сегодняшний день, наверное, все сельхозпроизводители, они пользуются только этими удобрениями. Потому что у нас завод один, который выпускает данные формы удобрения не только у нас, а даже в странах СНГ. Потому что они, наверное, и экспортируют не только Украину и другие страны. Поэтому, не говоря уже о сельхозпроизводителях, дачники все пользуются в нашем регионе. Не только в нашем Гомельском. И Минское, и Витебское, и Гродно, и Брест. Везде эти удобрения. Без них на сегодняшний день нельзя вырастить достаточный урожай любых культур. Будь то сельхозпроизводители, будь то дачники. Светлана Михайловна, у вас есть свое мнение по поводу продукции Гомельского химического завода, если вы используете удобрения в своей работе? Конечно. Что вы можете сказать? Без этого ни один дачник, ни один любитель или профессионал не может обойтись сейчас без удобрения. И огромнейшее спасибо, что именно в Гомеле есть такое предприятие, которое разработало специально для нас. Придумало уже и хорошую упаковку, и наполнитель, удобрение 16 на 16, которое уже не надо думать, сколько азота, сколько кальция. Все подобрано. Покупай, рассыпай и жди результат. Спасибо. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. И я еще хочу обратиться к нашим партнерам. Скажите, пожалуйста, почему же нельзя вносить минеральное удобрение на глаз и строго соблюдать вот эти пропорции? Я уже говорила, что для того, чтобы все у нас бояться такого понятия, как содержание нитратов, вредное количество нитратов, конечно, негативно сказывается на здоровье людей, поэтому нужно четко смотреть, как и в каких дозировках сносить особенно азотное удобрение. Во-первых, надо смотреть, в каком состоянии находится это растение. Если растение, листики маленькие, бледненькие, стебель начинает желтеть, это говорит о том, что голодание идет азотно у этого растения. И необходимо, конечно, его поливать какими-то азотосодержащими удобрениями. Это может быть карбамид, это может быть стелитра аммиачная, ну и сульфат аммония. В данном случае обязательно надо такие проводить подконки. Но в то же время лишний азот тоже совершенно ни к чему. Если люди увлекаются, некоторые же любят, чтобы растение было красивое, большое, зеленое, и, значит, увлекаются азотными этими подкормками. В результате действительно растение очень красивое, получается листва богатые, но в результате может быть такое, что одна листва, а плодов нет. Кроме того, в плодах начинает накапливаться соли азота, это в виде нитратов. И, естественно, такое растение уже не годится для дальнейшего использования самих плодов, так как они будут вредны для здоровья. Поэтому каждый дачник должен понимать, в каких дозах носить азотное удобрение. Благодарю за ответ. И продолжают поступать сообщения на Вайбер. Кстати, у нас спрашивают, есть ли в Гомеле фирменные магазины вашего завода, и по каким адресам? В Гомеле есть фирменный магазин Гомельского химического завода. По адресу Химзаводская, опять конечная троллейбуса, семерки. Кроме того, многие гомельские магазины покупают нашу продукцию. В центре города можно купить наши удобрения в магазине «Хозяйственные товары». Это проспект Ленинная остановка Карповича. В Белице в магазинах торговой компании «Олеся». На Сельмаше это базы облпотребсоюза «Могилевская». Где-то в районе фестиваля это магазин «Дачника Черноморская» и магазин «Павлинка». Благодарим за исчерпывающий ответ. Уважаемые зрители, ваши аплодисменты. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что говорим мы сегодня про осенние хлопоты на даче. Очень часто нашему урожаю вредят муравьи, клещи, мухи, бабочки. Что еще? Подскажите мне, пожалуйста, Светлана Михайловна. Очень много вредителей, правда? Конечно, большое количество вредителей. Кроты, почвенные вредители. Почвенные вредители. Очень много насекомых, животных, которые так и не хотят, чтобы мы сохранили свой урожай. Летним нашим домикам вредят мелкие воришки. Люди, которые иногда, а может быть, очень часто зарятся на имущество. Как же с ними бороться и что с этим делать, мы поговорим с нашим следующим гостем. Как предупредить визиты непрошенных гостей. Добрый вечер. Добрый вечер, Марат Фаридович. Марат Фаридович Файзулин. Сегодня у нас в гостях, уважаемые телезрители, ваши аплодисменты. Я вас представляю, вы начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома. Правильно? Так точно. Марат Фаридович, скажите, пожалуйста, большая ли надежда на большой замок на входной двери, когда мы уезжаем осенью с дачи? В таком случае вернемся ли мы на дачу? Все ли будет на месте, если только большой замок на входной двери? Вопрос сохранения имущества, находящегося на даче, это не только вопрос величины замка. Для того, чтобы не быть разочарованным, прибыв весной на дачу, либо посещая дачу после длительного отсутствия, необходимо предпринять определенные меры для того, чтобы, скажем так, создать препятствие, либо отбить охоту у того человека, который хочет поживиться чужим добро. А статистика идет ввысь, когда наступает осень, зима, именно вот за счет преступлений вот подобного рода, когда тайные визитеры навещают дачные участки, обворовывают летние домики? Безусловно, из года в год статистика показывает о том, что в осенне-зимний период данные кражи идут, скажем, их число идет вверх. И за осенне-зимний период, то есть с октября и где-то по март месяц исключительно, как правило, совершается и регистрируется 80% данного вида преступлений. Вот это да. И что же чаще всего приезжает в таких непрошенных гостей? Спектр похищаемого имущества очень широкий. Анализируя оперативные сводки, можно сказать, что преступник не гнушается ничем. Он готов поживиться чем угодно. Это начиная от инвентаря садового, инструментов, стройматериалов. Это то, что может находиться на участке, в том числе и то, что внутри дома может находиться. Это и какие-то предметы быта, посуда, в том числе бытовая техника какая-то, продукты питания и, скажем, в том числе и урожай, который собрал дачник. Иногда доходят случаи до спешного, когда похищается, вот как было в Будокошелевском районе, кастрюлю вместе с приготовленной кашей. Что вы говорите? Это наверняка были какие-то маргинальные личности? Совершенно верно, тем более, что вместе с этой кастрюлей с кашей было похищено спиртное. Поэтому, скорее всего, что это и были они. Иногда, посещая хозяин, возвращаясь на дачу, может не обнаружить, в том числе и насаждение определенное, которое он посадил у себя на участке. Вы серьезно ли вы шутите вот сейчас? Я абсолютно не шучу. И бывали регистрировались случаи, когда похищали саженцы, похищались декоративные какие-то насаждения, татуи, цветы какие-то. И я так думаю, что хозяину было очень обидно, когда он не купил это в магазине где-то, а вырастил и приложил свой труд к выращиванию того или иного растения. Это да, обидно иногда становится. Вы такие вот прям случаи рассказываете, в которые сложно просто поверить. И что же мы можем посоветовать для того, чтобы сохранить все-таки наше имущество? Ну, следует сказать, что для того, чтобы сохранить имущество в целости и сохранности, то об этом надо задуматься гораздо раньше, чем наступает осень. Еще при строительстве, наверное, дачи. Подумать, как будет огорожен участок дачный, какие будут там запирающие устройства установлены, в том числе и в калитке, на воротах. Как будут укреплены двери входные, как будут укреплены окна. Большинство краш, это больше половины, они способ совершения, это проникновение через окна путем разбития, выставления окна. То есть это решетки на окна ставим и выстраиваем высокие заборы? Ну, и не надо так, скажем, категорично. Можно ограничиться не решетками, потому что это не всегда имеет эстетичный вид, либо ставнями какими-то, которые запираются. Можно установить ролеты, которые производители современные предлагают в ассортименте. И они, скажем, имеют эстетический вид и не портят никоим образом строение. А если завести собаку или хотя бы написать «Осторожно, злая собака», это может спасти? Ну, я не знаю, вариант ли это для дачи, которую хозяин оставляет на длительное время. Собаку не спасти. С соседом договориться, пускай ходит кормить два раза в сутки. Безусловно. Если есть такая возможность, если есть в дачном кооперативе... Если кто-то живет зимой по соседству. Они проживают круглогодично, поэтому с этими людьми можно договориться. Это один из вариантов решения этой проблемы. А бывает же, что собираются бригады из числа людей, которые владеют дачными участками, и, может быть, поочередно ходят и наблюдают, нет ли воров, не орудуют ли они? Совершенно верно. Дачный кооператив – это, скажем, сообщество людей, которые сами организовывают свою безопасность и решают свои жизненные проблемы. Поэтому есть кооперативы дачные, которые организовались на общем собрании, выбрали людей, которые имеют возможность охранять. И они своими силами осуществляют охрану своих дачных кооперативов. Я знаю, что у Виктора Евгеньевича тоже есть дача. Есть? Как вы заботитесь о сохранности имущества? Как в вашем случае? Ну, у нас сельская местность. У нас народ, как правило, он на виду. И у нас особых краж таких нет. Потому что деревня, имеется свой приусадебный участок, какое-то ограждение, соседи, народ, то есть местные жители проживают постоянно. И это редкий случай у нас такого есть. То есть такой вопрос остро не стоит на поместке дня? Не стоит у нас, да. Но есть моменты, есть моменты, но остро они не стоят, как вот в садовых кооперативах. Скажите, пожалуйста, Тамарат Фаридович, а есть ли смысл вдали от города устанавливать какие-то охранные системы? Ну, вдали от города смысл в определенной мере теряется. Потому что полноценно можно, скажем, получить весь спектр услуг, которые оказывает наш департамент охраны. И могут получить только те владельцы дач, которые находятся вблизи административных границ населенных пунктов. Там, где размещен отдел охраны. Это, скажем, удаленность в пределах пяти километров. А бывали ли случаи, когда владельцы загородных домов сбрасывались и нанимали сторожа, который будет ходить и следить за порядком? Ну, я так понимаю, что сторож легче его подобрать, наверное, из числа членов кооператива. Он наиболее заинтересован, чтобы не получился обратный эффект иногда. Сторож может сработать не в ту сторону. Это должен быть очень ответственный человек, дисциплинированный. Он понимает остроту проблемы и сам, скажем, чувствует ее на себе. А лучше, если он еще живет где-то по соседству, имеет домик именно в этом кооперативе. Совершенно верно. Правда? Благодарю вас за ваши рекомендации и советы. Уважаемые телезрители, я скажу лишь напоследок, что это были советы от сотрудника правоохранительных органов, начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Марата Фаридовича Файзулина. Ваши аплодисменты. И остается совершенно мало времени до окончания нашего эфира. И я скажу лишь, резюмирую то, что сегодня уже было сказано в нашей студии прямого эфира. Дачный сезон потихонечку подходит к своему завершению. Уже скоро мы сложим дачный инвентарь, соорудим кормушки для птиц. И сидя у камина, мы будем дожидаться нового сезона. Мы вам желаем богатых урожаев и сохранения вашего имущества. Благодарим вас за внимание. Я благодарю за активность наших уважаемых гостей, наших уважаемых телезрителей. Спасибо, что сегодня были с нами. Ну а мы продолжим разговор завтра в студии Доброго вечера. Смотрите на завтра в то же время на том же месте. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok